Если звёзды горят, значит это кому-нибудь нужно. Сразу вам хочу сказать, это мошенничество. Максим Галкин и Сергей Лазарев, Ольга Бузова и Петро Скиркоров. Мошенники не жалеют ни молодых, ни заслуженных артистов. Люди вкладывали свои деньги, есть подтверждающие документы. Они проводят липовые конкурсы от их имени, взламывают их странички, чтобы развести на деньги поклонников. И это продолжается до бесконечности. Без спроса используют звёзд в незаконной рекламе. Не верьте им, мошенники. Как популярное имя обогащает чужие карманы. Брок, а так вам не стыдно? Вы просите людей на жизнь? Об этом смотрите прямо сейчас. Максим Галкин в шоке. Мошенники так достали артиста, что он был вынужден публично обратиться к поклонникам. Ребят, судя по некоторым комментариям под моим последним постом, кто-то в инстаграм от моего имени проводит какие-то конкурсы и собирает с людей деньги. Значит, сразу вам хочу сказать, это мошенничество. Повод для мошенничества найти было просто. Ведь Максим регулярно проводит какие-то конкурсы, в том числе для подписчиков собственной онлайн-странички. Пленевую на роль, айсберг. Папа, а это кому? А, это сюрприз. Э-э-э-э! Я приготовил сюрприз моей любимой, самой лучшей, самой верной, самой доброй. Моей аудитории, мои подписчики, это всё для вас. 10 годовых запасов косметики, 50 бьюти-боксов, деньги каждый день. А ещё крутая машина и миллион рублей наличными. Лично от Максима Галкина. Тут у кого хочешь, голова закружится. Неудивительно, что наживка мошенников сработала. Они разместили в сети свой конкурс от Галкина, использовав старое видео. Одним больше, одним меньше. Кто там разберёт? Ну что, открываем сайт. И вот, получаете от 35 тысяч рублей всего лишь за 5 минут. Вроде бы всё круто, но есть один маленький нюанс. За участие в этом конкурсе от Галкина надо заплатить. Сначала проходишь по ссылке, отвечаешь на примитивные вопросы. Вам подобраны 6 вопросов на сумму 117 тысяч рублей. Опрос действительно очень простой. Нужно выбрать один из 4 предоставленных ответов и нажать на него. А потом, бац, на вашем счёте почти 118 тысяч. Но для того, чтобы получить их, нужно заплатить 271 рубль. Всего-то москвичка Елена Адоевцева так и сделала. Рекламу этого ролика я нашла в социальной сети, довольно-таки известной. Тем более, это известный человек Максим Галкин. То есть, не поверить это было просто невозможно. Старый примитивный трюк, но он работает. С одного 271 рубль, с другого и вот уже есть пару миллионов в кармане. Это просто способ отъёма денег у населения. Совершив оплату, тебя вновь выкидывают на ту же страницу. И вновь предлагают совершить тот самый платёж. И это продолжается до бесконечности. Ни одним Галкиным жив преступный мир. Розыгрыши в сети мошенники ведут от лица и других артистов. Например, от лица певца Сергея Лазарева. Схема один в один. Дорогие друзья, сейчас активно в соцсетях, в интернете распространяется видеоролик с моим участием, который говорит о грандиозном розыгрыше призов. Они требуют пройти по определённым ссылкам, пройти опросы и потом перечислить определённую сумму денег к ним на счёт, чтобы вам пришла ещё больше суммы. Не верьте этому. Это всё неправда, это всё мошенники. Здесь всё очень понятно. Доверие аудитории – это такая уникальная история, на которой можно зарабатывать. Они понимают, что вот этот человек, он практически рядом, каждый день со мной, я ему ставлю лайки, и поэтому чего же ему не доверять, если он вдруг говорит, что я готов тут вот разыграть суперкрутые подарки, только подпишись на меня и, не знаю, там условно денежку какую-то закинь. И человек думает, ну он же не может меня обмануть, это же невозможно. Как отличить, где правда, а где нет? Звёзды в один голос утверждают – это очень просто. Для этого нужно зайти на официальную страничку в сети. Если информации про конкурс там нет, значит, это обман. Ну и второй, самый главный признак. Если у вас просят сдать, перевести, заплатить хотя бы один рубль, значит, это обман. Я никогда не собираю во время конкурсов деньги с подписчиков. Я только раздаю призы и деньги. Остерегайтесь этих жуликов и, пожалуйста, предупредите тех, кто всё же участвует. Вы эти бдительные, знаете, что я вас никогда не обману, и всегда мои розыгрыши, они бесплатные. Модная певица Ольга Бузова успешно монетизирует скандалы и получает миллионы. А мошенники эксплуатируют саму Бузову. По их вине звезда едва не села в лужу. Дорогостоящий автомобиль от крутой марки. Такой роскошный подарок был обещан участникам именного ГИВа, то есть конкурса от Ольги Бузовой. ГИВы проводят не для того, чтобы стать популярным или ещё что-то. Они на этом зарабатывают деньги. В принципе, всем хорошо. И звезда, которая делает этот ГИВ, и организаторы, и люди, которые участвуют, сидят дома, нажимают лайки и могут за это получить свой какой-нибудь там дорогостоящий приз. На страничку звезды в Инстаграме подписано более 16 миллионов человек. На этом и сыграли организаторы акции. Согласно условиям, участники, блогеры должны были скинуться на машину для победителя, а взамен получить по 150 тысяч новых подписчиков. Свою часть работы блогеры сделали. Они собрали аж 12 миллионов рублей. Одна из блогеров, Карина Дикинова, лично внесла 100 тысяч рублей. Просто скидывают карточку, и ты переводишь туда эти деньги, ни паспортных данных, никакого договора, ничего нет. Таких спонсоров больше 70 накопилось. То есть 70 людей, которые заплатили по 100 тысяч. Карина верила, что часть Олиных подписчиков перепадут и ей. Однако, собрав деньги, организаторы акции пропали. Несмотря на клятвы, вернуть деньги блогерам, если что-то вдруг пойдёт не так, и подписчиков не будет. В прессе разразился скандал. Защищать интересы пострадавших взялась Екатерина Гордон. Люди поверили. Люди пошли именно на Олины имя. И люди вкладывали свои деньги, есть подтверждающие документы. Они имеют право на получение услуги. По другую сторону баррикад защитником Бузовой стал адвокат Сергей Жорин. Что касается истории с Ольгой Бузовой, то все претензии, которые были ей выдвинуты, они в итоге все были сняты. То есть было установлено и доказана неосновательность предъявления ей каких-либо претензий. Но блогеры сомневаются. И на это у них есть причины. Я связался с Олей Бузовой в шапке. В инстаграме написаны контакты её пиар-директора Антона. Я ему написал. Антон, здравствуйте. Мне предлагают стать инфоспонсором в мином кире Оли Бузовой. Это действительно вы проводите? Мне Антон дал номер Соне, сказал, вот она вам ответит на все вопросы. Соня подтвердила, что человек, который мне предложил участвовать в мином кире, здесь все будут опять-таки скрины и всё, действительно является организатором, действительно это их гиф именной, и можно не переживать. Она даже сказала, что молодец, что интересуешься. Когда же обеспокоенные блогеры повторно связались с пиар-директором Бузовой Антоном, он уже был не при делах. И в этот момент отвечает. Добрый день. Какой розыгрыш? Какой гиф? Куча людей пишут. Вы наебали все. Верните нам палки. Обман. А они этих сообщений не видят. Сама Ольга Бузова повела себя странно. Сначала из-за потока негативных комментариев она закрыла свою страничку. Затем решила отмежеваться от организаторов и сделала громкое заявление. В силу таких ужасных оскорблений, где вы, в том числе, вы, уважаемая, любимая мной пресса, пишете о том, что Ольга Бузова мошенница, да, в силу этого, мне пришлось сделать это и розыгрыш такой публичный, скажем так. Всё это было в прямом эфире. Очень долго с помощью специальной программы мы искали победителя, который бы выполнил все условия моего гива. С ней в итоге связались, а Настей... Напустив туману, Ольга всё-таки вручила обещанный автомобиль. Счастливицей стала Любовь Тиолани из Владимирской области. Спустя время победительница решила автомобиль продать. И вот тут-то выяснилось, что это никакая не роскошная иномарка, а старая, битая кляча, побывавшая два раза в ДТП, за которую не дают даже миллиона. А ведь блогеры собрали на авто 12 миллионов. Бузовой должно быть стыдно, разразилась проклятиями обманутая девушка. И не только она. Ведь свои обязательства перед блогерами ни Ольга, ни организаторы конкурса так и не выполнили. Люди потратили, переводили деньги, 100 тысяч рублей, в частности, там, 70, и не получили обещанных им подписчиков. И этот вопрос не закрыт вручением Мерседеса. Ты же даёшь добро, чтобы гип был именным от твоего имени, понимаешь? Если от твоего имени люди говорят, и ты пиаришь это, значит, ты сама, хочешь, не хочешь, выступаешь гарантом. Смотрите далее. Звёздный совет без разрешения. Как мошенники используют звёзд в незаконной лживой рекламе. Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им. Мошенники! С голливудскими звёздами первой величины мошенники тоже не церемонятся. Недавно сам Леонардо Ди Каприо попал под раздачу. Я уже достаточно давно понатка Леонардо Ди Каприо, наверное, где-то лет 15-20, я уже даже не помню, как давно это было. Стараюсь не пропускать интервью, которое он даёт. Ну и, конечно, мой любимый фильм «Это пляж». Встретиться с любимым артистом девушка даже не мечтает. Ди Каприо несколько раз бывал в России, но это были приватные приезды. А вот побывать в местах, где ступала нога звезды, почему бы и нет, в такую ловушку Елена и угодила. Было объявление в социальных сетях, что проводится конкурс с Леонардо Ди Каприо. Разыгрывается путёвка в Таиланд. Можно проехать было по местам, где снимался фильм «Пляж». Естественно, я захотела принять участие. Я тоже стала участником конкурса от Леонардо Ди Каприо, к сожалению. Сама не хотела, но получилось. Мошенники рассчитали всё точно. Фильм «Пляж» действительно снимался в Таиланде, на острове Пхукет. Основные события фильма развиваются в бухте Майя-бэй, одной из красивейших в мире. После выхода фильма бухта стала объектом паломничества. Тысячи туристов ломятся туда каждый день. И в прошлом году местные власти были вынуждены даже закрыть знаменитый пляж, чтобы дать природе восстановиться. Нам пообещали, что победитель поедет в ту самую бухту, где снимался фильм «Пляж». Сказали, что это будет эксклюзивно, что только победитель там будет, никаких толп туристов. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было заполнить анкету, прислать свою фотографию с пляжа и оплатить страховой взнос 300 долларов. Всего-то. Ведь туристам рассказывают, что Леонардо периодически бывает в Таиланде, и его можно встретить в той самой бухте лично. В общем, девушки заплатили. Я перевела деньги, перевела деньги и стала ждать часа, так сказать, несколько дней нужно было там подождать. Но самое страшное произошло в самый последний день. К сожалению, я не смогла открыть вот эту страницу, где проходил розыгрыш. Голливуд нам в помощь. В регионах голливудских звезд эксплуатируют по полной. Вот, например, Бритни Пирс. Рекламируют шаурму на Волгоградском рынке. Помела Андерсон, эклеры со сгущенкой. Ума Турман, китайские женские кофточки. А Анжелина Джоли и вовсе многостоножница. Успевает и сауну пропиарить, и одежду для мусульманских женщин. Президенты тоже в обойме. Барак Обама вряд ли знает, где находится Омск. Но советует всем учиться в Омском политехе. А Пирс Броснан посетить бильярдный клуб на Алтае. А больше всего повезло голливудскому актеру Заку Брафу. Сначала он был лицом саратовской клиники, где с плаката предлагал восстановить мужскую силу. А затем он вместе со своим коллегой по цеху Орландо Блумом появился на объявлениях «Ваш компьютерный мастер». Вот это слава. Голливуд отдыхает. Очень часто используют Ди Каприо, Брэда Питта для рекламы пельменной, чебуречной. Иногда доходят до того, что рекламируют похоронные агентства. Зак Браф отреагировал на эту историю с юмором и написал в своем твиттере. Видимо, в России я ремонтирую компьютеры. А вот знает ли Леонардо Ди Каприо, что он стал лицом конкурсного круиза в Таиланд? К сожалению, у нас серьезно не наказываются нарушения права на изображение и другие нематериальные блага. Там частная жизнь, там мешать частную жизнь, честь и достоинство. Суды почему-то оценивают в 50 тысяч рублей. К нам едет сам Киркоров. Правда, не Филипп, а его отец Бедрос. Прикрываясь этой легендой, аферист Андрей Калинкин обманул сразу две сотни нижегородских детей. Концерт Андрей Калинкин анонсировал грандиозный. Участникам сказали, что возглавит звездное жюри, легендарный певец и отец короля отечественной поп-сцены Педрос Киркоров. А для гостей споют первые звезды российской сцены. Было выложено на сайте, что будут бурановские бабушки, Дмитрий Нестеров, Филипп Киркоров. У нас в Нижнем Новгороде на самом деле такого еще не было масштаба. И поэтому мы очень готовились к этому конкурсу. Конкурс курировали самые высокие инстанции. Администрация города, департамент культуры. С каждого конкурсанта взнос 2000 рублей, а с коллектива 30 тысяч. У меня не возникло вообще никакого сомнения, что это просто обман. Все бумажки оказались пшиком. Буквально за два часа до концерта участникам сообщили, что не будет ни конкурса, ни Киркорова. Я бы очень не хотела встретить Филиппа Киркорова, сделал с ним сэлфи. Действительно стало очень обидно, потому что очень мало времени, очень много сил и все вот так вот закончилось. Всю вину за произошедшее Андрей Калинкин попытался свалить на бедросы Киркорова. Мол, он неожиданно заболел. Но это оказалось враньем. Мы вышли на организатора бедроса, его руководство. Они нам сказали, что нет, мы насчет этого конкурса никаких договоров не получали, ничего не подписывали и не собирались на этот конкурс. Теперь родителям советуют обращаться в суд и самим искать мошенника, который, конечно же, испарился. И оставил нижегородцев и без денег, и без Киркорова. Мы действительно бываем очень слепы, но вот есть перед нами кумир, да, песни, которого я слушаю. Или книги, которого я читаю. Ну как же я могу ему не доверять? Это же все мое, вот это он. Смотрите далее. Не хочешь болеть? Заставим. Как мошенники записывают звезд в нищие и больные. Одна дама, значит, проживающая в Эстонии, начала активно сыграть деньги на мое якобы лечение и на мою, значит, бедную жизнь, как она там везде всем рассылала. Худеем вместе со звездой. Максим Фадеев смог сбросить лишний вес, сможете и вы. Только, конечно, придется заплатить. Давно известно, рекомендация звезды повышает продажи. Продавцы таблеток для похудения «Реду Слим» решили воспользоваться для их продвижения именем известного продюсера Максима Фадеева. В многочисленных роликах и статьях утверждалось, что Максим сбросил с помощью «Реду Слима» 70 килограммов. Однако это наглая ложь. Максим Фадеев действительно страдает от лишнего веса и действительно когда-то принимал «Реду Слим». Однако результат получил негативный и рассказал об этом в соцсетях. Я попал в такие побочные, катастрофические последствия после этих таблеток, что я не то что, так сказать, похудел, а потом еще на 12 килограмм поправился и надорвал здоровье себе. Так что я уж не знаю, что там, как и кто, но на меня таблетки «Реду Слим» повлияли ровно так. Я никогда в жизни не буду их больше принимать и никому этого не советую. Заявлено, что в составе есть стимулирующие компоненты, а это самое опасное, между прочим, потому что непонятно, как среагирует ваше сердце, каково будет состояние нервной системы. Однако мошенники плевать хотели на мнение музыканта. И когда ему все-таки удалось сбросить вес, стали использовать его фотографии для рекламы. Для продавцов БАДов и прочей ерунды это стандартный прием. В липовых роликах липовые доктора наук и липовые благодарные пациенты нахваливают опасный «Реду Слим». Вот для таких людей, которые имеют пищевую зависимость и в целом не могут перейти на правильное питание и правильный образ жизни, был разработан замечательный препарат «Реду Слим». Я за месяц похудела на 15 килограмм. Думайте, с 15 килограмм за месяц. Такие же советы в вымышленных статьях в интернете раздавал и Максим Фадеев. Москвич Сергей Назаров – один из тех, кто поверил музыканту. Вес мужчины за 200 килограммов. И несчастный уже много лет пытается его сбросить. Да, я рекламе это, конечно, поверил. Вот буквально недавно пытался тоже заказать опять по рекламе. Само собой, реклама не сработала. А виноватым оказался Максим Фадеев. Репутации музыканта наносится огромный ущерб. Поэтому Максим обратился к людям напрямую, чтобы разоблачить обман. Я вас очень прошу, если вы можете, распространите эту запись, потому что люди покупают всякую чушь и просто портят тебе здоровье. Москвичка Татьяна Щипакина всё время сидит на разных диетах. Изучает опыт разных звёзд и искренне верит в то, что их советы и способы помогут. Однажды накупила коробок питания от звёздной телеведущей Елены Малышевой. Верила в чудо. Привезли коробки. Там были упакованы отдельно завтраки, обеды, ужины, которыми я должна была питаться. Ну, я честно, я честно вот так вот и делала всё. Содержимое пакетов, банок и тюбиков было ужасно невкусным. И Татьяна в итоге набрала 5 килограммов. Стала искать продавцов этого диетического питания, но их и след простыл. Это был сайт Однодневка. Для его создания мошенники попросту нагло воспользовались фото телеведущей. Сама виновата. Сама попалась на эту удочку. Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Не верьте им. Мошенники. Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждёт незабываемая встреча. Идёт такой тренд, что любой медийный человек старается быть очень близко в контакте своей аудитории. Ну, напиши и задай вопрос. Звезда в опасности и срочно просит помощи. Такую легенду в разные соцсети запустила эстонская фанатка певца Прохора Шаляпина. Только вот беспокоилась она в первую очередь о себе. Помогите! Босота, не торопитесь! И так рано не женитесь, пропадёте! Всероссийскую славу Прохору Шаляпину принёс не голос, а скандальный роман с бизнес-вумен Ларисой Копенкиной. Женщиной намного старше самого Прохора. И затем не менее скандальный развод. Фанатка певца Ольга Белых тоже решила снять с этого скандала пенки. Одна дама, значит, проживающая в Эстонии, начала активно собирать деньги на моё якобы лечение и на мою, значит, бедную жизнь, как она там везде всем рассылала. Слезу из поклонников дамочка выжимала умело. Она придумала целую легенду, согласно которой певец после развода с бизнесменшей и несостоявшегося брака с новой невестой Анной Калашниковой остался нищим и пошёл по миру. Досталась на орехи и последней пассии певца Виталине Цымбалюк-Романовской. Чтобы продемонстрировать преданность певцу, Ольга проводила на камеру колдовские обряды и выкладывала их в сеть. Видимо, с намёком «Вот она я, которая тебе на самом деле нужна», а параллельно собирала денежки на пропитание Прохору, которые оставляла себе любимой. Люди отправляли деньги, кто сколько. У одной даже дамы вымогали что-то около 700 тысяч рублей. Кто тысячу, кто сто евро. Поклонники не жалели денег, чтобы вытащить из трясины любимого певца. А он в это время спокойно плавал на Мальдивах. Выставляю фотографии с Мальдив и мне пишут, Прохор, как вам не стыдно? Вы просите у людей на жизнь, а вы в этот момент на Мальдивах. Стыдно должно быть Ольге. Чтобы положить конец беспределу, певец написал ей письмо и пристыдил девушку. Но не тут-то было. Я сама к вам приеду на передачу. Я вам такого устрою шумиху, что вам мало не покажется, если вы от меня не отстанете. Я девушка обеспеченная. У меня все есть. Деньги. У меня есть квартира. У меня есть дача. У меня есть семья. У меня все хорошо. Чего ко мне лезть? Преступления в области информационных технологий, в области интернета, в социальных сетях, количество этих преступлений неуклонно растет. Не все мошенники несут ответственность. Может быть и безнаказанность это, она как раз и порождает в определенной степени уверенность, что все и на этот раз пройдет гладко и безболезненно. Продолжение следует...